Привет, дорогие друзья! Сегодня представители моей команды мне бросали видео одного парня, и я позволю себе вставить кусочки, потому что мне понравились его рассуждения, интересные рассуждения. Однако самой большой проблемой партии Ширия остается его полное отсутствие на телевидении, его и его партии. И это 100% спланированная и кем-то реализованная акция, направленная на уменьшение рейтингов партии Ширия. Ну, ребята, я это говорю практически с первого же дня. Это спланированная акция. Она централизованная, эта акция, то есть это договоренность между каналами. Ну, потому что какой-то канал по-любому бы выбился из общей договоренности, ибо нельзя не обращать внимания на масштабные яркие акции, многотысячные акции. Не обращают. Не знаю, какие силы ему противодействуют, кроме Порошенко, но действуют они весьма слаженно. И рейтинговые агентства, и национальные телеканалы предпочитают не замечать ни Ширия, ни его партию. А фишка-то в том, что партия Ширия, это не 30 человек, не список в 30 человек, да? Это на самом деле вот эти вот сотни тысяч людей. То, что я вам постоянно повторяю, сотни тысяч людей абсолютно игнорируются. Мнения этих людей игнорируются. Они никому не интересны. Им на них всем плевать. Телеканалы предпочитают видеть у себя в студии любых политических аутсайдеров. Ляшко, Смешко, Гройсмана, Мураева, Вилкула, Гриценко, Садов, кого угодно. Хотя все прекрасно понимают, что это политическое прошлое этой страны. И после выборов о них никто даже не стоит. Они исчезнут из горизонта полностью. Но, тем не менее, на каналах вы их видите регулярно, каждый день. А пока что, к сожалению, большое количество населения нашей страны, оно любит глазами. И в телевизоре исключительно. Оно смотрит, любит и пойду-ка, наверное, хорошо сказал. Знаете это, да? А вот интерес к партии Ширия растет и к Ширию со стороны народа. Несмотря на то, что его нет на тельке. Тем не менее, его никто ни на какие политические ток-шоу не приглашает и не зовет. Больше того скажу, на обязательные дебаты это ЮАПерший, который существует за деньги налогоплательщиков. Он не зарабатывает, да? Нас не пригласили. И они аргументировали это тем, что мы не отозвались на приглашение. Мол, они связывались, а мы не отозвались. Они ни с кем не связывались, конечно. Уже акции сторонников Ширия, которые сейчас проходят по всей Украине, несмотря на то, что они носят массовый характер, не освещаются ни одним телеканалом. А ведь наши телеканалы привыкли раздувать сенсацию из собрания в 10 человек. Конечно. Кроме того, они одиночные пикеты даже освещают. А стоит собраться пятерым парохоботом, так будет шесть телеканалов сразу же на месте. Здесь нет. Потому что тех надо, а этих не надо. Я пять лет рассказывал. Я рассказывал об этом постоянно, что эти средства массовой информации на 99,9% не являются средствами массовой информации. Не являются. Они абсолютно не несут функции, средств массовой информации. Это просто заказные... Есть твердое убеждение, что рейтинги его партии тоже сдерживаются искусственно. Потому как владельцы рейтинговых агентств и телеканалов часто очень одни и те же люди. И делается это только с одной целью. Для того, чтобы уменьшить потенциальный электорат партии Ширия. Тех людей, количество тех людей, которые могли бы к ним присоединиться. И поэтому я вам говорю, рассказывайте друзьям, рассказывайте знакомым с соседям. В спортзале тренируетесь. Посмотрите, может быть ваш товарищ хочет пойти тоже проголосовать. Нас нет в телеке. Нас нет на бордах. На бордах есть мы, когда друзья. Друзья из разных городов, да. Представляете, они за свои деньги это делают. Делают эти борды, да. Нет, мы не заклеиваем с собой все, что можно. Все, что делают. Все, что вы видите на машинах, эти все наклейки. Это люди делают самостоятельно. За свои средства. Шарики, они тоже покупают за свои средства. Друзья из штатов помогли, сделали за свои средства, конечно же. Моментально, быстро сделали. 8 тысяч освежителей в машину, таких, знаете, круглых. Партия Ширия. Это все делается на энтузиазме. Это все делается людьми за свои средства. Способов насильно обратить на себя внимание телевидения существует более чем предостаточно. Главное, вовремя ими воспользоваться. И тогда результат партии Ширия будет намного, намного успешнее. Хотя, возможно, мы тут действительно имеем какого-то политика новой формации, который просто не желает пользоваться старыми способами рекламы своей политсилы. И не хочет появляться на телевидении, делать бигборды. Да, да. Мало того, что нас заглушают везде, где только можно. Но я говорю, окей, вы хотите так, значит, мы пойдем другим путем. Значит, мы пойдем тем путем, которым никто не ходил. Это, конечно же, срежет количество потенциально тех людей, которые могли бы проголосовать. Да, я знаю. Конечно, я знаю, если бы мы мелькали. В телевизоре показывай обезьянку. И там через два месяца она наберет 2% по-любому. Нас нет в телеке. Нету. Даже на такие сумасшедшие акции они не освещают. Делают намеренно. Ну, а что делать? Что олигарху проще дать партии время на канале. И она сразу продвинется в топы. Но такого не происходит с шарием. Возможно, действительно, какой-то политик новой формации. По крайней мере, мне хотелось бы в это верить. Да хватит уже просто выбирать телеком. Хватит выбирать телевизором. Из каждой газеты на тебя лезет эта рожа. Да, из каждого билборда уже в городе. Хватит. Я считаю, что мы действуем правильно. Зато вы представьте, какой именно, какой избиратель придет на эти участки. Это избиратель будет, который думает головой. Я не волнуюсь, когда на наших избирателей кто-то начинает пытаться давить базаром. Потому что наши отвечают великолепно, аргументированно, без агрессии. Теперь главное. В пятницу в 19.00 вот по этим локациям, вот по этим адресам будет начинаться. Начинаться самое масштабное по нашей задумке. Мероприятие мирное абсолютно, абсолютно беззлобное и, я думаю, абсолютно позитивное мероприятие. То есть все сейчас жители этих городов, которые вы видите здесь, они знают, что вот там, вот там вот начинается. Но что делать с маленькими городами? Что делать с маленькими населенными пунктами? Ведь эти ребята каждый день что-то свое делают. И даже там, где выходит 5 человек. Но это все равно очень и очень круто. Что с ними делать? Я думаю, давайте я покажу. Покажу всех вот в этом вот сейчас ролике. И ребята, ни в коем случае не обижайтесь, что я не всегда показываю. Я не могу объять необъятное, к сожалению моему. Поэтому спасибо за то, что вы выходите. Завтра в 19.00 в своем населенном пути вы тоже можете это сделать. Время, когда меньшинство, нагибало большинство, закончилось с уходом Порошенко. И несмотря на то, что сейчас хотят его вернуть, мы будем стараться изо всех сил. Этого не допустить. Приходи на выборы. Давай. Они годами пытаются тебе внушить, что от тебя ничего не зависит. Но это не так. Ты имеешь реальную силу и власть. Расскажи друзьям и близким о партии Ширьям. Вместе мы победим. 21 июля твой выбор решающий. Еще пять лет распилов и деградацию. Или лучшее будущее для тебя, твоих близких и всей страны. Роди тех шарит! Киев шарит! Полите тех шарит! Дарница шарит! Шахи мать! Киев шарит! Киев шарит! Киев шарит! Ты ведешь себя как вялый свал! Ты пьяный шоколадный заяц! И мы тебя надели на средний палец! Красный шарик! Только правда все решает! Ты нас не из-за шугаешь! Старый смешарик! Салям, привет! Смотри, упала! Не вздумай, думай, что я право, Киатар! Ты сам себя уже давно поставил! Бррр! Зачем устроил невиновным травлю? Так что вытирайте терапены вахли! Камена, я на луна! Выдаили Украину! Выкраили нашу беду! Мы теперь вам дышим стыну! Шарит! Вышли тебя? Голов смысл, шария! Так что помни! Шарит! Мы догоним каждого, кто играет не по правилам! Шаришь! Я шарю! Я шарю! Шари! Шарю! Шарю! Правда ты! Правда я! Теплодор за шария! Уууу! Ярнамуар! Шарю! Шарю! И все для полушарий наш пари шарит! Наш суппорт это красный шарик! Мы идем не за сладкий пряник! Путнем манекены госбюджета! У нас игра по своему сюжету! Города выходят с миром! Их никто не тянет силой! С улыбкой, с позитивом! Топим за Украину! Правда это ты! Правда это я! Правда это партия Шария! Правда это ты! Правда это я! Правда это партия Шария! Хочу правду в раду, но пока там пахнет ядом. Я хочу правду в раду, но пока там пахнет ядом. В раду, в раду, в раду. Давай, Петя, смотри. Петя, ты видишь? Бойся нас. Петя, бойся. Есть, Петя. Видишь, как к тебе пошли? Как люди к тебе идут. Ты сядешь, ты сядешь, Петя. Будешь сидеть ты. Петя, ты видишь? Есть, нет, нет? Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok